Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня мы поговорим о шоу XO19. Расскажу вам о том, что было обещано, что показали, что случилось на стриме, какой подарок можно было получить за просмотр и какие вообще ощущения остались после просмотра этого шоу. С вас геймерский лайк и давайте начнем. Начнем с того, что это вообще за шоу. XO это собственное мероприятие от команды Xbox, в котором раскрывают подробности новых игр, новых каких-нибудь возможностей консоли и просто шоу, которое посвящено Xbox и играм, которые выйдут именно на нем. Что собственно было обещано, заранее к таким мероприятиям всегда подогревается интерес и в этот раз не исключение. Нам обещали показать 12 мировых примеров, в числе которых есть и совершенно новые проекты. Пополнение пасса, много подробностей об xCloud, это штука, которая позволяет стримить игры на телефон. И обещали, что это шоу будет самым масштабным за этот год. Что же нам в итоге показали? Ну, в принципе, то, что и обещали. Действительно показали трейлеры 12 мировых премьер. Только вот эти все мировые премьеры были невысокого класса и в большей степени они были мультяшные. Кусочки трейлеров и названия игр вы можете увидеть в течение данного видеоролика. Не вижу смысла рассказывать о каждой игре конкретно, так как многие из них вам уже знакомы, так как они являются переизданием по типу таких игр, как Age of Empire 2 или же Rust, который капец сколько существует на ПК. О совершенно новых играх рассказать по сути нечего, ибо был лишь тизер-трейлер и более подробного мало что известно. Но можно сказать, что большинство будет рассчитано на мультиплеер и на гринд. И большинство все-таки выйдет в 2020 году. Кстати, в комментариях напишите, какая игра вам больше всего понравилась, и лично о своих ощущениях я расскажу вам ближе к концу видео. Помимо самих игр, рассказали чуть-чуть об xCloud, то что тестирование расширится еще на несколько стран. Если что, Россия в данный момент в пролете. Также упомянули о том, что стриминг будет поддерживать не только купленные игры, но еще и игры по подписке Xbox Game Pass. Точная дата выхода во всем мире все еще неизвестна, но думаю, что это не раньше конца 2020 года, ибо это все-таки Microsoft. Помимо всего этого, было сказано, что xCloud будет поддерживать геймпад от Sony PlayStation 4, и в будущем будет запущен на Windows 10. Поэтому в экземайков можно будет поиграть не только с телефона, но еще через ПК и при помощи контроллера от Sony. И нет, это неплохо, просто у каждого теперь будет выбор, на каком контроллере играть. Самое интересное, и на мой взгляд бомбезное, произошло на разговоре про Xbox Game Pass. Игр в нем добавится просто море, и список игр вы можете увидеть на своем экране. В нем можно заметить и Ведьмака 3, и Rage 2, и Darksiders 3, и Tekken 7, а также и игры, которые вообще по сути не должны были никогда появиться в этой подписке. Дело в том, что в Xbox Game Pass заанонсили появление кучи игр серии Последней Фантазии, а также три части Якудзы. Если кто не знал, то данная серия всегда обходилась стороной Xbox, и теперь она практически на халяву будет в подписке. Если присмотреться, то подписка Xbox Game Pass становится реально монстром, и отличным решением для тех, у кого нет игр, и кто только-только начинает знакомиться с консолью Xbox. Помимо этого, было объявлено, что за подписку Xbox Game Pass Ultimate можно будет получить 1 месяц EA Access, 3 месяца Discord Nitro, и 6 месяцев музыкальной подписки. Но на это все не разевайте рты, вы находитесь все-таки в России, и данная акция скорее всего нас не коснется. Шоу шло около 2 часов, и в принципе это все, что на нем показали. Кстати, во время просмотра у команды Xbox упал официальный канал на миксере. Это, конечно, капец был. Кстати, за его просмотр можно было получить 5 баксов на игру Gears Pop, штурвал для моря воров, а также возможность получить подписку Ultimate на год. Если что, призы, скорее всего, раздадут по сообщению от Xbox Live. Если вдруг кто-то выиграл Ultimate на год, напишите, я реально хочу знать таких счастливчиков. Все эти подарки, скорее всего, пришлют в течение недели. Все это шоу мы хотели постримить на ютубе, я готовился к этому стриму, но ютуб, к сожалению, блокировал абсолютно все трансляции, которые были связаны с XO. И дело доходило до такого, что он палил это по названию и по встроенной ссылке. И лично у меня полстрима на ютубе висло изображение и просто разрывало соединение с ОБС. За это я дико извиняюсь, к такому меня жизнь не готовила. Поэтому мы и решили подстримить все это ВКонтакте, чтобы все более-менее нормально прошло, а также чтобы на ютубе не дали бан. Решили, что в этом случае лучше все-таки не рисковать. Что я вообще ожидал от шоу и каких впечатлений у меня после этого? К сожалению, я от шоу ожидал как минимум хотя бы тизера какого-нибудь крупного проекта и информации о дате выхода xCloud в России. К сожалению, я этого не получил. Само шоу получилось не вау и на момент просмотра даже скучноватым. И мы с ребятами, смотря все это, просто зевали и пытались не уснуть, так как чего-то сверхкрутого показано не было. Те, кто на момент трансляции выбрал все-таки сон, вы молодцы. Ребята, вы по сути ничего не упустили, вы реально красавцы, молодцы, что выспались. Я реально рад за таких людей. Потому что мне надо было вставать потом на работу и я просто офигел после этого дня. Все показанные игры, на которых они и делали акцент, они по сути все низкого класса. И лично меня это очень огорчило. Взгляните на те же мини-гоночки. Да, я понимаю, что такие игры имеют смысл жить и они могут быть реально кому-то интересны. Но лично у меня желания в них поиграть не возникает. И тем более как-то их ждать и тем более их как-то купить. Вообще, по сути, ни одна игра из этого шоу мне, пожалуй, не понравилась. Кроме игры Bleeding Edge, которая выйдет 24 марта и которая является забивом 6 на 6 по типу игры от Overwatch. И более-менее по своей идее понравилась игра Мой друг Педро. Лично у меня только эти игры вызвали интерес. Знаете, это все, на мой взгляд, была некая реклама низкосортного продукта, который нужен лишь для того, чтобы закрыть пробел с отсутствием высококачественных проектов. То, что мы увидели, это в большем счете проекты, сделанные на скорую руку от студий, которые майки приобрели. И те, кто радовались, что после покупки данных студий, Xbox One получит нереально крутые проекты, могут про это забыть. Все крутые игры выйдут на новые консоли, а это все лишь тухленький закат нынешнего поколения. Поэтому, чтобы вы не расстраивались, впихнули дофига таких вот мультяшных игр, дабы просидели в нем большое количество времени и усилили каталог игр геймпасса. Некоторые из них, которые реально прикольные. По геймпассу вообще претензий нет. На стриме, кстати, поднимался вопрос о том, что X-версии все-таки прыгнет на следующее поколение, но об этом я хотел бы поговорить в одном из следующих видео более подробно, а также привести некие свои аргументы, почему этого не произойдет. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. В целом, шоу неплохое, но далеко от того, чтобы после этого ходить и радоваться. Радоваться стоит лишь за подписку и за людей из стран, у которых тестируется XCloud. Я еще думал, что на шоу объявят точную дату жаб и ори, но, к сожалению, данным проектам время по сути вообще не уделили, что меня также немножко расстроило. Но больше всего расстраивает, что закат консоли Xbox One подходит немного к тухлому концу, в котором новых реально качественных проектов, кроме пожалуй Halo 6, мы скорее всего не увидим. Посмотрим, конечно же, на анонсированные проекты, но, как по мне, они так себе. Хотелось бы крутых символовых проектов, но думаю, что они теперь появятся лишь на новом поколении консоли Xbox. Кстати, о нем, по сути, ничего сказано не было, поэтому ждем каких-то анонсов, тизеров и официальной информации. А также анонсы шоу, на котором расскажут о этой консоли намного подробнее. На этом у меня все. Если вдруг понравился видосик, то не забывай поддерживать его, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши свое мнение о данном мероприятии. Напишите, понравилось оно вам или нет. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok